Приветствую вас, Алёна, давайте разберём ваш вопрос. Муж в родном городе никак не мог найти работу, но зато ему предложили работу в Москве, и мы решили переехать. Я перевелась на работу в Москве, всё официально, и всё вроде бы хорошо, но сейчас нет. Тоска по родному городу просто невыносимая, причём Муж тоже скучает. Но жить без работы, конечно, невозможно. Муж искал работу полтора года, а в родном городе так и не нашёл, из-за узконаправленного профиля. Потом в Москве работа есть. Сейчас приехал на пару дней в родной город и просто плачу каждый день, каждый угол квартиры, честно не целую, люблю здесь всё. Я там несчастлива, не знаю, что делать в такой ситуации, помогите советам, пожалуйста. Ну, советам здесь давать, в принципе, нет смысла, потому что, какие могут быть советы, не зная вас. Я думаю, что в какой-то степени подсказка по каким-то местам, родным местам, или где вы прожили долгое время, она, естественно, нормальная, то есть всё привычка. Человеку, человеку достаточно характерно, тяжело привыкать к новым местам, вот. Для человека это вполне себе свойственно, вот. Поэтому я бы сказал, что, в общем и целом, то, что вы описываете, является нормой, но с этим можно и нужно работать. То есть можно и нужно смотреть, в чём конкретно, например, заключается, допустим, ваше несчастье, что конкретно делает вас несчастной, и что конкретно делает вас счастливой. Вот, если это получится увидеть и получится разобрать, то я думаю, что и на новом месте вы вполне себе сможете быть счастливой, если только вы заинтересованы в этом. Подобное касается, в принципе, и вашего мужа тоже, никакого здесь парня или секрета нет. Поэтому, я думаю, что, как бы, если, ну, например, вы со своим мужем обратитесь, допустим, к психологу и поработаете над данной проблематикой, вот. То, в принципе, на мой взгляд, всё это вполне реально решить, вот. Понятно, что не сразу, да, и понятно, что будут определённые трудности и будет сопротивление некоторое, вот, с вашей, например, стороны. Вот, ну, нужно понимать, что всё это, в принципе, решаемо и никаких нерешаемых проблем нет. Сейчас вы думаете, что скучаете по своей, так скажем, квартире. Я не думаю, что речь идёт о, именно, сколько квартир, я думаю, что речь идёт о том, как вы себя чувствуете. То есть, о психологическом состоянии вашем. Вот, и соответственно, то, на что нужно, на мой взгляд, вам направить своё внимание, это то, что за психологическое состояние. В данном случае, ну, вот, так, скажем, что за психологическое состояние с вами вообще происходит. То есть, что это за психологическое состояние такое, вот. Что это за психологическое состояние, что оно из себя представляет. И дальше уже, в принципе, как, мне кажется, с этим разбираться, вот. Сложно адаптироваться на новом месте за счёт того, что на этом приходится прачить свои ресурсы, вот. Сложно это делать, у меня всякого сомнения, вот. Но, если вы, допустим, понимаете, что вот, ну, так вот вышло, что работу вам найти, и на том месте, где вы жили, не получается, да, ну, в данном случае, у мужа не получается это сделать, то нужно считаться с теми обстоятельствами, которые объективно присутствуют. Вот. И здесь, конечно, мы говорим об этих самых обстоятельствах. Другой момент. Обратите внимание, что вы счастливы не с мужем, а счастливы на определённом месте, где вы находитесь. Это, мне кажется, тоже такой достаточно важный и показательный, если угодно, момент. Потому что тот, например, факт, что вы, ну вот, не счастливы именно, допустим, со своим мужем, да, счастливы вы, допустим, только в определённом месте, ну, как бы, свидетельствует, на мой взгляд, о некой вашей, так скажем, особенности. Например, об особенностях взаимодействия вас и вашего мужа. Возможно, что ваши отношения в данном конкретном случае требуется несколько подкорректировать, несколько обновить, несколько, ну, оживить, придать, может быть, больше жизни, вот, чем сейчас у вас есть. Чтобы вы больше получали удовольствие именно от, что называется, друг друга, нежели чем от мест. Вот, ну, и те, допустим, те сложности, которые у вас возникают, те сложности, которые у вас возникают на новом месте, тоже необходимо разобрать. Да, потому что вы воспринимаете сложности без, в данном случае, мотивации адаптироваться. То есть, как бы, сложности есть, а вот, желание адаптироваться к этим сложностям, вот, к сожалению, нет. И, на мой взгляд, это также может являться отдельной и весьма серьезной проблемой, вот. Хотя, конечно, она, эта проблема в данном случае не является единственной, вот. Поэтому здесь, а, так называемая, ностальгия присутствует. И, ностальгия это то, что, а, совершенная норма, то есть, испытывается, вот, а, ностальгические чувства. В данном случае, а, нормально, в этом нет чего-то необычного, вот. Ну, а, ностальгия и иллюзия, вот. То есть, вам комфортно на вашем, например, привычном, или в вашем привычном месте, да. Ну, именно, вот, комфортно вам, вот. Это не означает, что вам не может быть комфортно также и в любом другом, таком же, вот, месте. Ну, да, другой вопрос, конечно, заключается в том, да, как бы, из чего этот комфорт в общем и целом, так скажем, состоит. Вот, что этот комфорт из себя, а, так скажем, представляет, вот. Поэтому здесь, а, вне всякого сомнения, а, нужно, а, работать в этом, а, ну, в этом, в этом направлении нужно работать. А, в этом направлении нужно, как мне кажется, а, двигаться, вот. И, а, соответственно, вы, а, вы вполне можете, а, данную проблематику решить, вот. Если, конечно, а, повторюсь, вы этого сами хотите, вот. То есть советы здесь вам не помогут. Разбор конкретных элементов вашего с мужем, комфорта, гармоничности, взаимодействий и так далее, куда более эффективен в данном случае. И, безусловно, вам это нужно, а, вдвоем делать. То есть вдвоем обратиться к психологу на, а, значит, консультацию, на терапию, вот. И, соответственно, уже с этим как-то разбираться. На что сейчас, вот, имеет смысл обратить внимание вам. Во-первых, на цену каких-то изменений. То, что изменения всегда трудные и тяжелые, это факт. Но люди с ними справляются за счет своей мотивации. Вот в вашем, например, случае, по идее, мотивировать вас должна работа. Но она вас почему-то не мотивирует. То есть вас почему-то не мотивирует ваша работа. То есть то, что вы можете работать. Почему вас это не мотивирует? Потому что вы, скорее всего, ну вот, как в данном случае мне кажется, вы не очень понимаете, например, что вам делать с теми возможностями, которые предоставляет вам, грубо говоря, работа. Ну вот, в данном случае, да, ваша работа. То есть вы не очень хорошо понимаете эту историю. И если вы не очень хорошо отдаете, допустим, себе отчет в том, что вы получаете, допустим, когда переходите на новую работу, вот, если вы не отдаете себе отчет в этом, то, конечно, вам весьма-весьма трудно будет что-то с этим по факту сделать. Поэтому я бы начал именно с этого. С того, какое значение дает иметь работа в целом. Вот. То есть одно дело, просто без работы нельзя существовать. Это одно дело. Вот как вы в данном случае это описываете. Это один момент. И совсем другой момент, это когда вы, например, говорите, что вот я хочу работать, я хочу там заниматься чем-то, ну, чем-то, чем-то, чем-то. И муж ваш, например, соответственно, говорит и думает, ну, грубо говоря, примерно то же самое. Вот. То есть здесь мы имеем по факту дело с чем? Мы здесь, по сути, имеем дело с увлеченностью. То есть если человек увлечен, то, если человек увлечен, то, как бы, все в порядке. А если человек не увлечен, то, как бы, не очень, ясна мотивация вообще, зачем, как бы, это все. Вот. Для чего это все? Вот. И, конечно, подобные вопросы возникают, вот, подобные вопросы. Появляется это, ну, в данном случае, совершенно нормально. Вот. И, ладно, эти вопросы, суть по всему, ответить, ну, довольно сложно получать. Вот. И, нет, я вас ни в коем случае не обвиняю, я просто говорю, что данное ощущение, вот, пустоты, которую вы чувствуете, оно, вернее, оно возникло не просто так. Вот. Понимаете? И, соответственно, если человек не очень понимает, самое главное, не очень чувствует, а вообще, вот, я, я вот, то, что я делаю, я делаю это, потому что я хочу, или, там, у меня ощущение, что я себя, там, мучаю, как-то, да, насилую и так далее, то вот это вот и возникает. Вот. Вот. То есть, к примеру, какая альтернатива, да, допустим, альтернатива того, что вы, а, будете находиться, там, грубо говоря, без, а, ну, без вашего мужа. Вот. Альтернатива такая. Да. И задайте себе вопрос, а я готовый находиться, вот, в своей квартире любимой, да, но без мужа, например. То есть, может быть, эта вся история связана с тем, что вы не очень чувствуете, что таким образом вы можете быть рядом с мужем, что вы не чувствуете для себя важность этого, важность быть с мужем. А, переезжайте, переезжайте, а, вместе с ним, ну, потому что, вот, так, как бы, требует, ну, так вот, требует, не знаю, долг, а, так требует, ну, не знаю, обязанности. Допустим. Вот. Или, может быть, а, что-то, что-то еще. Вот. И, соответственно, если у вас есть что-то такое, то это, конечно, ложный, а, мотив и ложный, а, стимул. И, как бы, естественно, что его нужно корректировать в данном случае, почему я и заговорил про ваши отношения с мужем. Именно по этой вот причине. Именно по причине того, что нет у меня ощущения, что вы, например, вот, счастливы, а по-моему, что вы получаете наслаждение от того, что с ним. А, мне кажется, у него нет вообще того же, того же, по отношению к вам. Вот. Это не значит, что вы друг друга не любите, это значит, что, между вами, может быть, есть какие-то проблемы. Вот. То есть, по факту, это ваш интерес. Ну и, наконец, в большом городе есть свои нюансы, которые могут быть довольно трудны для людей, приехавших из другого города. Вот. Это и другой тем жизни, это и другой менталитет, вот, это и куча ещё некоторых особенностей, вот, которые дают о себе знать, так скажем. И к этому нужно адаптироваться. Но человеку легче к этому адаптироваться, когда он видит и чувствует. А, например, почему он делает то или иное. Если человек этого не чувствует, то ему сложно. Вот. Поэтому, я очень рекомендую вам разобраться и подумать, и поговорить со своим мужем на эту тему. Вот, провести, может быть, какую-то ревизию, если угодно, ваших отношений. Вот. То есть, спросить, ну, а вот мы, а мы вот, ну, вообще, вот, с тобой, да, вот, нам, с тобой, вот, как, по-прежнему, вот, хорошо вместе, классно вместе. Вот. Вот. Или есть, там, какие-то моменты. Вот. Понимаете, да? То есть, вот, все эти вещи, на них нужно обратить внимание. Не все этих вещей, приятные, не все этих вещей, так скажем, легко проговариваются. То есть, вот, какие-то вещи довольно сложно признать и так далее. Но это необходимо. То есть, в какой-то момент вы стали зависеть от внешней, от внешнего нератова, что вас окружает. И это и есть ваше, ээээээ, не основная, может быть, но достаточно актуальная проблема на данный момент. На этом все. Буду благодарен за обратную связь в полный мой ответ. Это, да, позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова